Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на моем канале. Многие пользователи iMac и MacBook сталкиваются с такой проблемой. Со временем жесткий диск или SSD накопитель выходит из строя, а после замены нужно установить операционную систему. Но через Wi-Fi macOS не устанавливается по тем или иным причинам. Что же делать? Как сделать загрузочную флешку с macOS, если под рукой нет еще одного Mac? Мы будем делать загрузочную флешку из-под Windows с помощью бесплатной утилиты Boot Disk Utility. Все ссылки есть в описании к данному видео. Маленькая просьба, прежде чем задать вопрос, прочитайте описание к данному видео и комментарии других пользователей. Итак, приступим. Для начала нам нужна флешка минимум на 8 гигабайт, а лучше на 16. Флешку нужно отформатировать в FAT32. В проводнике кликаем правой кнопкой мыши по флешке и выбираем форматировать. Метку Тома оставьте пустой. Выставите стандартный размер кластера. Должна ставить галочка «Быстрое форматирование», «Очистка оглавления». Нажмите «Начать», а затем «Ок». Распакуйте архив Boot Disk Utility на рабочий стол. Запустите программу Boot Disk Utility от имени администратора. Флешка должна определяться в окне программы. Заходим в раздел «Options» — «Configuration». Поставьте видео на паузу и выставите такие же настройки, как у меня. Затем нажмите «Ок». Кликните по кнопке «Формат». Еще раз кликните «Ок». Ждем. У вас будут появляться уведомления типа «Отформатируйте диск». Не обращайте на это внимания. Нажимайте кнопку отмена. Должна появиться надпись «All done». Кликните по плюсику рядом с названием флешки. Выберите второй раздел, тот, что большего объема. Кликните по кнопке «Restore». Покажите программе путь к файлу 5.hfs. Кликните «Открыть». Кликните по кнопке «Да». Ждите, это не быстрый процесс. Занимает около 40 минут. Я ускорил этот фрагмент на монтаже. В конце снова появится уведомление, предлагающее отформатировать флешку. Ни в коем случае не нужно ничего больше форматировать. Извлеките флешку, подключите флешку к макбуку. На выключенном макбуке нажмите клавишу «Alt». Включите макбук и продолжайте удерживать «Alt». Когда появится загрузочное меню, отпустите «Alt». Стрелками переместите курсор на OS X Base System. Затем нажмите Enter. Важно, ни в коем случае не подключайте макбук к интернету через Wi-Fi или кабель. Следите в раздел «Утилиты». Дисковая утилита. Выберите накопитель, на который будет установлено macOS. Выберите раздел «Нажмите стереть». Внимание! Все пользовательские данные будут потеряны безвозвратно. Можно указать любое имя раздела. Это не имеет никакого значения. В формат файловой системы выберите OS X Extended, журналируемый. Затем кликните по кнопке «Стереть». Готово. Закройте дисковую утилиту. Снова зайдите в раздел «Утилиты». На этот раз выберите терминал. Сочетание клавиш «Command» плюс «Пробел» переключит раскладку клавиатуры на английский язык. В окне терминала нужно ввести команду «Date 03 18 12 50 14». Нажмите Enter. Затем закройте окно терминала. В верхней панели кликните на слово «Терминал» и выберите «Завершить терминал». Нажмите «Продолжить». Примите условия лицензионного соглашения. Выберите раздел, на который нужно установить macOS. Нажмите «Продолжить». Установка занимает в среднем от 15 до 30 минут. Все зависит от характеристик вашего компьютера. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если это видео вам помогло. В конце установки MacBook перезагрузится. Выберите страну. Затем нажмите «Продолжить». Выберите раскладку клавиатуры. Нажмите «Продолжить». Подключаться к Wi-Fi на данном этапе не обязательно. Нажмите «Продолжить». Перенос информации на ваше усмотрение. Я пропущу этот пункт. Геолокация тоже на ваше усмотрение. Еще раз согласитесь с условиями использования. Введите имя учетной записи. Придумайте пароль. Повторите пароль еще раз. Введите подсказку для пароля. Нажмите «Продолжить». Аллилуйя. Ваши мучения закончились. Данный способ и файлы подходят только для macOS и L-Capitan. Что делать, если вам нужно установить более свежую операционную систему, например, HiSierra или BigSure? Решение банальное. На торренте скачиваем любой образ нужной операционки и переходим в приложение «Boot Disk Utility». В программе «Boot Disk Utility» выберите «Tools». «Extract HFS Partition from DMG Files». Укажите программе путь к образу macOS. Затем укажите, куда распаковать нужный нам файл. В моем случае это «EDISK». Нажимаем «Ок». Ждем. Файл довольно большой. Процесс занимает 20, может быть 40 минут. Все зависит от мощности вашего компьютера и размера файла. Как и в случае с L-Capitan, перед установкой macOS на старое устройство вам нужно отключить интернет и откатить время назад. Это связано с тем, что у любой операционки Apple есть свой срок поддержки. Как только поддержка заканчивается, вы не можете установить эту операционку. Даже при установке с флешки будет выходить сообщение «Нет доступных пакетов для установки». После распаковки образа выявить сообщение «HFS Volume Extracted». А дальше действуйте так же, как указано в начале данного видео. Вставляем USB флешку, жмем формат. После формата выбираем большой раздел и выбираем «Restore». Затем указываем программе «Путь к распакованному образу». Это все, что я хотел рассказать вам в данном ролике. Если вам понравился данный контент, возможно, вам понравятся другие ролики на моем канале. Подсказки сейчас появятся на экране. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. В комментариях задавайте вопросы. До встречи в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok